Потёмкин Пикчерс представляет Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... А именно на каком-то расстройстве с той поры, когда тебя из-за душевной болезни твоей матери грубо выхватили из детства и швырнули в люди. Ну и так далее. Но такие болезни, то есть душевные травмы, оставшиеся с юных лет, есть почти у каждого сколько-нибудь сложного человека. И есть, кроме психоанализа, масса способов с ними справиться. Ты носишь костюм от Эрика Боржара, рубашка Хэйди Слиман, из магазина мужской одежды Сану Лоран, Рив Гош, туфли от Берлутти, часы Роял Вок, очки Старк Айс, трусы Банана Репаблик, купленные в Нью-Йорке. Ты владеешь пятикомнатной квартиры в Сан-Джармен-де-Пре. В твоем распоряжении имеются также спутниковый GSM-телефон с факсом, полдюжины стульев эпохи Ледовика XV. БМВ-З-3 Большинство других вещей, в коеме ты владеешь, приобретено у Калет. А если не у Калет, значит у Кэтрин Мэми. Если не у Калет и не у Кэтрин Мэми, значит ты не у себя дома. Имея все эти вещи и ведя столь роскошный образ жизни, ты, по идее, должен быть счастлив. Так почему же счастья нет? Почему ты без конца набиваешь нос кокаином? Как можно быть несчастным при банковском счете в 2 миллиона евро? И если уж ты стоишь над краем пропасти, то кто же там одни? Пожалуйста, внимание! Вы, конечно, слышали кое-что о Ромео и Джульетте. Так вот, забудьте все, что вы о них знаете. Постарайтесь забыть даже текст Шекспира, если вы его читали. Я буду давать вам отрывки из разных мест пьесы. А вы читайте их так, как вам видится это в настоящий момент. Короче, не старайтесь играть. Читайте лично от себя. Надеюсь, ясно, да? Вот так. Нынче тебя подстерегает бессонная ночь. Со времени ухода с Софи ты маешься по выходным, как проклятый. Ты тупо смотришь MTV. Тысяча девчонок в бикини коротеньких, выше клубка, маечка, дрыгают ножками на гигантской трансплощадке под открытым небом. Явно где-то на Сан-Бич, в Майами. Чернокожий крикушей прижимает их к своим накачанным шоколадным волоснящимся торсам. Двера на уважаемых семьи. Двера нигде встречает нас в событиях. Ведут междуособные бои и не хотят у менять кровопролития. Друг друга любят дети главарей, но им судьба подстраивает козни, и гибель их у горбовых дверей кладет конец непримиримой розни. Софи, ты вернулась. Что с тобой? Что-то случилось? Нет. Ничего не случилось. Как же все это случилось? Ах да, вы с ней ужинали в ресторане. Нам нужно расстаться. Я умру где-нибудь в одиночестве. А ты оставь меня. Начни свою жизнь заново, пока ты еще молода, красива. Я не способен воспитать ребенка. Я сам ищу ребенок. У меня не было отца. Так как же ты хочешь, чтобы я стал отцом? Я ваших рук рукой коснулся грубо, Чтоб смыть кощунство, я даю обед. К угоднице с поломничьей губы И поцелую святотавству света. Хорошо. А теперь ты, Яна, отвечаешь на его реплику. Святой Отец, пожатье рук законно. Пожатье рук естественный привет. Паломники святыням бьют поклоны. Прикладываться надобности нет. Ты чудовище. Да, я чудовище. И ты меня любишь. А значит, ты такая же дуреха, Как мне со санкинчлены. Почти святает. Шел бы ты подальше. А как, скажи, расстаться мне с тобой? Ты как ручная птичка щеголихи, Привязанная ниткой у крюки. Ей то дает взлететь на вес под вес, То тащит вниз на шелковой шмурке. Вот так и мы с тобой. Не так хотелось ты птицей быть. О, этого и я хотела бы. Но я бы умертвила тебя своими ласками. Прощай, прощай, а разойтись нет мочи, Так и твердить бы век спокойной ночи. Прощай, спокойный сон тебе приди, И сладкий мир разлей в твоей груди. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Это твоя дочь, которую ты видишь в первый и последний раз. Первый и последний раз. Рассудемский, держим ритм. Рассудем по-могай. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Недавно ты разрывился перед витриной, созерцая все эти беленькие детские кроватки, лампочки в виде зверюшек, серебряные пинетки, пальтишки и крохотные цветорожки для трехмесячных. Ты рыдал, как дурак, а покупатели, выходя из магазина, жалостно качали головами, убежденные, что этот бедняга, льющий слезы, при виде без вещичек потерял своего ребенка в автокатастрофе. Увы, для того, чтобы лишиться ребенка, тебе даже этого не понадобилось. Жизнь проходит вот как. Ты рождаешься, ты умираешь. А в промежутках маешься животом жить. Ты, значит, маешься животом все время, без остановки. В 13 лет у тебя болит живот от того, что ты влюблена. В 25 лет от того, что тебя пугает будущее. В 35 лет от немерной вытюзки. В 45 лет от чрезмерно тяжелой работы. В 55 лет от того, что ты больше не влюбляешься. В 65 лет от грустных воспоминаний о прошлом. В 75 лет от рака с метастазами. А в интервалах тебе остается только служба. Сперва родители, затем учители, затем мужа, затем врачи. Вот порошок. Любую жидкость сипси. Будь у вас силой, будь стилей, один год только у вас, у вас мгновенно. Вот золото, гораздо больше яд, и корень пущенцовый преступлений, чем этот безобидный порошок. Не ты, а я даю тебе отраву. Купи себе еды и откормись. Тебя ж, моя спасительная зерна, я захвачу к Джульетте под землю. И так прекрасно, вот вы все нам прочитали под стихотворение. Мне этого достаточно, чтобы мнение о вас составить. Только, но, продюсер все молчит, не изъявляет нам слова своего, А ведь оно имеет вес, ну, прямо золотое. Я воздержусь от долгих фраз. Однако, попросить хотел бы вас сейчас Исполнить сцену, где в финале Ромео и Джульетта погибают. Пусть и режиссер с Алисой вам читает. Джульетта пробуждается. Где мой супруг? Я седнаю отлично. Где быть должна? Я там и нахожусь. Где же мой Ромео? Что он в руке сжимает? Это склянка. Он, значит, отравился? Ах, злодей! Все выпил сам, а мне и не оставил. Но верный яд есть на его губах. Тогда его я в губы поцелую. И в этом подкреплении смерть найду. Пора кончать. Вот кинжал по счастью. Сиди в чехле. Будь здесь. А я умру. Вдруг какой-нибудь незнакомец Почтит вас ударом вилки в живот. Вдруг другой незнакомец Почтит вас с грязным предложением в душевой. Вдруг какая-нибудь незнакомка Почтит вас с прощанием в виде снимка с зародышем. Когда беременная женщина кончает с собой, Это двойная смерть по одной цене. Два в одном. Совсем как в рекламе моющих средств. А это шалый миллион фармер Все распевает по-разному. Если я упаду, Пусть падение в лицо. На сегодня все. Не забывайте, во вторник мы с вами свяжемся И объявим результаты. До свидания. До свидания. Ну, мы тоже пойдем. Такие болезни, то есть душевные храмы, Оставшиеся с юных лет Есть почти у каждого сколько-нибудь сложного человека. И есть, кроме психоанализа, Масса способов с ними справиться. Каким путем это пойдет у тебя, Я не могу знать. Все начинается с ближайших и простейших задач. В твоем случае, значит, С ответственности За самых близких. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok